И здравствуй YouTube, с вами ZigtheHatch и вы смотрите седьмую серию летсплея на модпаке Magic Farm 2 из лаунчера Fit the Beast. У нас сегодня случилось обновление пака до версии 2.1.2, теперь это рекомендованная версия, так что я обновился. Итак, что у нас в итоге получилось? Я тут немножко, собственно, развился, но совсем чуть-чуть. Вспомнил то, что кирка у меня из бронзы, это, конечно, замечательно, но теперь у нас с вами, когда появилась возможность получать обсидиан, собственно, да, я его отсюда уже забрал, мы с вами сможем сделать алюмид. Алюмид нам позволит изначально копать алмазы, а при бусте, при повышении уровня кирки мы сможем копать всякие незеровские руды, точнее, не всякие, а какую-то одну, по-моему, эта одна будет у нас ордит, кажется, потому что кобальт, по-моему, это максимально возможная руда. Так, для алюмиды нам нужно алюминум 5, айрон 2 и обсидиан 2. Так, 2 обсидиана, давайте найдем. Я тут себе сделал немножко, и, собственно, да, я сходил в Незер и все-таки немножко покопал, смог себе добыть также немножко лавы, и, собственно, да, кирку пока себе увеличил, вот тоже здесь немножко накопал, нашел даже эндстоун. Сейчас я себе сделаю кирку и вам обязательно покажу, что же это такое. Так, 5 алюмиды и 5 айрона, кажется. Ой, айрона у меня и так в избытке. 5 же, я же не путаю ничего, алюмид, 2 айрона, 5 алюминума. Вот, все это дело мы взяли, пойдемте загрузим работой нашу плавильню, и, собственно, попробуем себе сделать кирку, пока она будет делаться, точнее, пока наши минералы здесь будут плавиться. Да, вроде все правильно. Я вам покажу, что я нашел. Я, на самом деле, не рискнул туда ходить, и, наверное, да, наверное, даже сделаю немножко не так. Я все-таки сначала себе очищу инвентарь. Кстати, да, плохие новости. После обновления мода Growth Craft у нас, собственно, опустошились все бочки, так что я остался без напитков. Ну, ладно. Невелика, на самом деле, потеря, учитывая то, что они пока не перепродили, как бы фиг бы с ними. Переживем. Так, давайте очистим инвентарь. Сюда положим все наши накопанные, да даже, наверное, и каниварь тоже сюда. Руды. Сюда мы положим всякие наши алмазики и прочую пыльку. Вернем сюда кабл. Точнее, не вернем, а положим. И гравий. Да, я себе построил еще две бочки. Одна для гравий, одна для песка. И все то, что не вместилось, положим сюда. Допустим, Endstone. И вот это положим сюда, и книжку положим сюда. Но остальное мне, наверное, потерять не так жалко. Единственное, что я свой кейсинтейбл помещу в сундучок, который рядышком с плавильней из Тинкерса. И даже, наверное, вот так давайте сделаем. Остальное, ладно, фиг бы с ним переживем. Покушаем. Лестницу, кстати, здесь себе тоже поставил, чтобы было удобнее. И смотрите, собственно, чего я здесь нашел, когда начал копать. Специально не стал разбивать это дело без записи, потому что стало очень интересно. Я такого в Овере никогда не видел. Glowstone. И, ммм, отлично. У нас здесь есть улей. Незеровский. Как любопытно он здесь заспавнился. Всего-то. Я, если честно, думал, что здесь сейчас будет какое-нибудь какое-нибудь дикое подземелье. С ловушками и всем прочим. Ой, как-то я пропустил алюминий. Надо выкопать. Непорядок. Так, и, собственно, где-то вот здесь я нашел себе еще и Endstone. Возможно, здесь будут эндовские пчелы. Теперь я уже ничему не удивлюсь. Да, так и есть. Abbrevian Hive. Вот оно, оказывается, чего. Да, на самом деле, я не знаю, какой мод это добавил, но большое спасибо им за это, потому что в чем была всегда проблема с пчелами. Из End, в частности. Первый человек, который попадал в End, убивал там дракона. И, собственно, разрушал, ну как разрушал, собирал пчел из всех ульев. После этого, когда остальные игроки на сервере пытались зайти в The End за этими самыми ульями, их уже там ждало полное разочарование, потому что ульев больше не оставалось. Теперь, учитывая то, что они генерируются в Overe, это очень-очень мне нравится. Ну, ладно, не будем его трогать. Давайте посмотрим, как там наш алюмид поживает. Я думаю, что он уже расплавился. И мы с вами стали, кстати, обладателем небольшого количества Redstone. Жалко, конечно, то, что я больше не смог найти Незеровских бородавок, Незерворд. Ну, да ладно. В любом случае, нам сейчас пока нечего перегонять. Я себе еще не набрал достаточное количество яблок для того, чтобы их засунуть в пресс. Так, получилось у нас шесть инготов. Ну, собственно, нам нужно оголовье кирки, остальное можем спокойненько себе перевести в инготы. Берем отсюда эту штуку и поставим сюда эту штуку. И, собственно, вернем себе остальное в инвентарь. Да, я себе все еще никак не сделаю рюкзак. Не доходят руки. Думаю, что все-таки мы это однажды сделаем. Так, у нас получилось оголовье, остальное давайте в инготы сплавим. Да, все-таки обидно, когда почти все инструменты были на максимальном уровне умереть в Незере. Но, что же делать. Я там, кстати, себе достроил безопасный вход. Но, вы не поверите, я там умудрился умереть еще несколько раз. Пока, собственно, пытался добежать до места смерти и посмотреть, нет ли у меня там случайно могилки. Совершенно. То вдруг, к сожалению, нет, могилки там не осталось. Ну, собственно, что и следовало ожидать. Это было бы очень просто, наверное. Так, у нас есть 15 анстоуна. Что тоже весьма неплохо. Если мы с вами, допустим, где-нибудь найдем эндерлили. Учеря то, что с эндерменами здесь совсем как-то грустно. Что я имею в виду под грустно? Я имею в виду то, что я убил парочку. И они все были нестандартные. То есть, они были синие. Они были какого-то еще странного цвета. Все, кроме того, что нам нужно. Такие вот странные здесь мобы. Так, зачем я с вами пришел? Мне нужна бронза, чтобы починить, собственно, кирку. Для того, чтобы ее сапгрейдить до вот такой. Так, и давайте ей заменим оголовье на алюмитовое. Получилась у нас алюмитовая кирка. Замечательно. И, собственно, ночь. Да, и ладно. Пусть будет ночь. Ничего страшного. Я, на самом деле, себе здесь в округе поставил такое количество факелов, что, в принципе, мобы близко к моему дому не подходят. Чего нельзя сказать о подвалах. Потому что, когда я сегодня зашел на сервер, увидел то, что у меня на минус втором этаже, там где плавильня из Тинкерса, собственно, два странных зомби разговаривают. Общаются. Что-то хотят от меня, наверное. Потому что, когда я пришел, они были очень рады. Они полезли обниматься. В общем, все у нас было с ними весело. Не хочу я повторения такого эффекта. Так что, наверное, нужно будет придумать какую-то дверь в мои шахты. Ладно, собственно, чем я займусь сейчас? Я себе немножко подготовлю ресурсов для того, чтобы начать заниматься автоматизацией. Ну, как автоматизацией. Чтобы строить машины из Thermal Expansion. Потому что мне надоело плавить металлы в плавильне из Тинкерс Констракта. Так что, я сейчас все подготовлю. И мы с вами увидимся. Ладно, вернусь. YouTube я вернулся. Собственно, давайте сделаем первую машину. Это будет Acquius Accumulator для того, чтобы вырабатывать воду. Вода нам с вами нужна. Да ладно, пусть пока будет один. Хотя, в любом случае, понадобится нам больше, конечно же. Так, Pneumatic Servo. Тоже один. И ведро. Я знаю, что у меня уже есть два, но они заполнены водой, которая нам также понадобится. Так, что нам здесь еще нужно? Тин. Две штуки. Забыл взять. Кстати, какая-то прямо проблема с Тином. Прямо нигде его не раздобыть. У меня что, закончились слитки? Нет, есть. Он опять темнеет. Когда мы с вами сделаем дверь. Так, и, собственно, нам нужен первый Дайнамо, который паровой. Steam Дайнамо. Делается копер. Два копергира. Это копер, 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 копер. У нас здесь нет билдкрафта, поэтому рецепты на шестеренке будут немножко другими. Возьмем много копера. Я забыл, сколько мне нужно. Так, мне нужно две вот таких. На один двигатель. Двигатель сначала, конечно же, сделаем один. Что это? Сильвер. А вот он нам, наконец-то, пригодился, наш Сильвер. Ать. Так, остальное, наверное, все есть. Первый Steam Дайнамо. И, да, наши с вами трубы. Нет, я думал, что они почили в Бозе. В Незере. Оказывается, нет. Они у нас все еще есть. Так, куда мы с вами будем ставить первый двигатель? Да, давайте, наверное, прямо вот по центру его и поставим. Это можно, наверное, сейчас изничтожить. Равно как и наш заборик, который с собой олицетворял энерджикондуиты. Ммм, кстати, они же нам тоже нужны. Ну, ладно, всему свое время. Ой. Да, у меня же там подвал. Ох, блин. Так, так, так. Не подумал. Обычно же я, ну, как обычно, в прошлом, допустим, сезоне я делал себе двойное дно. Так сказать, двойной потолок. Или двойной пол. Как хотите, так и называйте. В этом сезоне я почему-то на это дело забил. И вот, собственно, нам результат. Ну, ладно, здесь у нас уже ничего нет. Так что мы вполне сможем разместить наш Acquius Accumulator где-нибудь вот здесь. Главное, чтобы мне потом внезапно в голову не пришло расширять что-нибудь в эту сторону. Ну, ладно, с трех сторон ему будет достаточно, потому что, насколько я помню, ему вообще нужно две. Теперь, начиная с какой-то версии, поэтому давайте поставим сюда наши блоки воды. На всякий случай заполним снова наши ведра. Хотя, зачем я это делаю, не знаю. Ну, ладно, по привычке. И Acquius Accumulator. Он будет у нас ввести воду. Он это будет делать. Знаете, что, не нравится мне, как он здесь стоит. Наверное, я его хочу немножко сдвинуть. Сдвинуть я его хочу немножко вот в эту сторону. То есть, сделать все вот таким вот образом. И отсюда уже, вот отсюда, если быть точным. Тьфу ты. Мне в таком случае его нужно повернуть какой-нибудь другой стороной. Хотя я это же могу сделать, кажется, вот так. Нет? Ты не поворачиваешься? Какой ты нехороший. Ладно. Значит, мы тебя будем ставить таким вот образом, чтобы ты имел выход сбоку. Отлично. Выход. И наши очень-очень примитивные флуидакты. Но свое дело они, собственно, будут делать. Вот сюда мы с вами ставим наш Steam Dynamo, который смотрит вверх. Сюда нам нужно будет поставить кондуит. Пойдемте, сделаем кондуиты. Пока тоже самые простенькие. Какие у нас самые простенькие есть? Ледстоун, видимо. Нам нужно обычное стекло, два леда и много редстоуна. Лед. Нет у меня леда. Давайте пережарим штук шесть. У меня есть стекло готовится. Хотя, собственно, стекло может подождать. Так, кроме того, редстоун есть у нас немножко. Еще даже немножко есть. И давайте посмотрим, как делать самую простую Energy Cell. А редстоун Energy Cell самая простенькая. Кажется, называется она. Ладно, давайте поищем по слову Energy. Ледстоун Energy Cell делается из Ледстоун Energy Cell Frame. Блок редстоуна, четыре леда, четыре стекла. Ну, в принципе, да. Совсем даже не сложно. Контактенс Коил нам там еще нужен. Это что? Электрум? Ну, здрасте, пожалуйста. Электрум я не могу делать до тех пор, пока у меня не будет плаверайзера. Придется разделать сначала его. Плаверайзер. Я думаю, что у меня на самом деле на него все хватит. Ой. Что я делаю? Такая штука. Такая штука. Как бы еще вот все убирать сразу из верстака? Цены бы ему не было. Так, Machine Frame сделали. Поршень у нас есть. Это, наверное, у нас тоже есть. Два флинта. Поршень. И... есть. Плаверайзер. Ну, тогда уж нужно сделать еще и Redstone Furnace. Если уж на то пошло. Чтобы у нас было где все это дело жарить. Так, два кирпича. Кирпич это четыре таких кирпича. Глина у нас где-то, кажется, была. Два кирпича это восемь глины. Кстати, а нету ли у меня кирпичей? Как таковых? Я их сюда... нет, не запихал. Видимо, все использовал. Ладно. Жарься. А мы с вами пока делаем кондуиты. Вот эти вот. Сделаем 18. Учитывая, что у нас с вами не будет пока ячейки, в принципе, будем питать нашу машину напрямую. Значит, наш плаверайзер будет стоять вот здесь. А вот здесь будет стоять наш Redstone Furnace. Значит, мы вот здесь разрубим потолок. И протащим наши кондуиты. Вот таким вот образом. Здесь будет стоять плаверайзер. Здесь будет стоять Redstone Furnace, которой у нас пока нету. Четыре, нужно еще четыре. Так, двигатель есть, это есть. Кстати, давайте возьмем с собой немножко угля. И сделаем рычаг. Для того, чтобы пока временно у нас была возможность включать и выключать двигатель ручками. Исключительно на всякий случай. Потому что, в принципе, конечно, этого не надо. Сделаю-ка я сразу четыре рычага. Мне их пока некуда спрятать, но я же ими пользуюсь. Поэтому почему бы нет. И немножко поесть надо. Да, не переживайте, я вернусь к вкусной и вредной еде, как только закончу немножко здесь свое строительство машинок. Так, а мы не можем его, кстати, так запитать. Ну ладно, тогда на тебе просто еды. А вообще-то работает. Ты же пока в себе будешь накапливать всю эту фигню. Хотя что-то ты это очень быстро делаешь. Ладно. Тебе требуется Redstone сигнал для того, чтобы работать. Я думаю, у нас уже все-таки здесь, да, зажарилась наша глина. И вернем сюда песок. Так, значит, нам нужно два кирпича глиняных. И Redstone Furnace. Я, похоже, ничего еще не сделал для нее. Один машинблок. Один Redstone Reception Coil. И два копера у меня есть. Redstone Furnace. Вот сюда ее, соответственно, поставим. У тебя игнорируется Redstone сигнал. У тебя прием всего справа. А у тебя выдача всего налево. Так. Есть такое дело. Теперь давайте здесь проведем... Ну, главное не забывать, что здесь у нас должны стоять в итоге две ячейки. Мы с вами проведем пока что вот так вот напрямую энергию. И скажем тебе, что игнорируется Тон сигнал. Работай. Сейчас у нас, по идее, в нашей с вами машине должна начать поступать энергия. И мы с вами сможем перемолоть немножко Айрона и немножко Голда. А, нет. Сильвер, окажется, да? Электрум. Как там делалось Электрум? Сильвер и Голд. Получаем две. Так. Сильвер, сильвер, сильвер. Я взял два Голда. Давайте возьмем четыре сильвера и четыре Голда все-таки. Временно тебе отключим выход налево. И давай, делай свое грязное дело. Да, у печки у нас теперь тоже есть, собственно, вполне себе питание. А, мы же из одного получаем два. Будет у меня много Электрума. Ну ладно, сделаем тогда сразу две, что ли, ячейки, я не знаю. Хотя, знаете чего? Я же, в принципе, в процессе своих похождений нашел себе немножко Ферроуса. Если быть точным, я его нашел, где он есть, шесть штук. Давайте-ка мы попробуем его размолотить. Мы же из него, наверное, сможем сделать Инвар. Инвар делается из Айрона и Ферроуса. Как раз таки. Так что давайте-ка, наверное, мы его размолотим. И нужно еще немножко взять Айрона. Значит, там у нас было шесть, а Айрона нам нужно двенадцать. Теперь энергии, по крайней мере, есть куда деваться. Так, пока все это дело работает, давайте сделаем себе Электрум и зажарим его в слитки. Нам нужно один пока что на то, чтобы сделать вот такую вот штуковину. Электрум и, собственно, Энерджи Селл, Лед Стоун, три Копера, четыре Леда, четыре стекла, блок Ред Стоуна. Блок Ред Стоуна. Лед у меня опять закончился. Раз, два, три, четыре. Да, восемь давайте сделаем. А, не Тин, не Тин, не Тин. Тин, конечно, тоже нужен, но не сейчас. Не настолько быстро. Электрум у нас теперь есть приличное количество. Спрячем его пока сюда. Ну, еще серебро получили. Четыре. Этого пока хватит, пережаривайся. Так, что нам нужно еще? Копер есть, это есть, стекло есть, Ред Стоун есть. Стекло есть, Ред Стоун есть. И четыре Леда. И Энерджи Сел. И, собственно, сам Энерджи Сел. Ура! Так, а как нам сделать Хартенд? Нам нужно его обернуть четырьмя Энварами. А под Энвар мы сейчас с вами как раз готовим платформу. Лед у нас получилось 12. Где мой Ферролс? А, Ферролс уже перемалывался. Так, значит, Айрон перемалываем. Серебро пока можно, в принципе, зажарить. И Лед пока тоже можно, в принципе, зажарить. Пылька нам нужна только из Ферролса и из железа. Так, четыре. Давай, мне нужно восемь хотя бы. Нет, не восемь. Мне хотя бы нужно девять. Еще два и еще один. Спасибо. Так, рецепт, кажется, там был что-то вроде вот такого. О, получили мы с вами 15 Энвара. Даже, в принципе, больше, чем было необходимо. Но, ладно, значит, мы сможем с вами сапгрейдить что-нибудь еще. Допустим, наши флуидакты. Хотя, конечно... А, нет, не флуидакты. Мы с вами могли сапгрейдить все стронгбоксы. Хотя, сейчас я уже, на самом деле, в этом не вижу большого смысла. По-моему, это не так интересно. Так, сапгрейдим. Таким вот образом получилось Хартенд. Следующее, которое у нас есть, уже, к сожалению, Redstone. Для того, чтобы ее сделать, нам нужен флуид транспозер и всякие прочие механизмы. Так что давайте, наверное, я пойду поставлю нашу первую ячейку вниз. Где-то вот здесь она у нас должна была быть. Где мой ключик? Вот мой ключик. Вот. Раз, два. Да, вот здесь, кажется, мы планировали, что она у нас будет стоять. Смотреть ты будешь вот сюда. Снизу у тебя, не то, снизу у тебя вход, с остальных сторон у тебя выход. Да, вроде как даже все правильно. Или нет? Вход, это синий. Да. А выход, это оранжевый. Наоборот, получилось. Остальные входы закрыты. Так, теперь здесь у нас накапливается энергия, которая постепенно уходит в машинке. А наш двигатель вполне себе справляется. Ну, как справляется? Относительно. Давайте-ка, наверное, я сразу сделаю еще одну такую ячейку. Есть ли у нас LED? Есть. Energy Cell. Еще одна. Еще один блок Redstone нужен. Блок Redstone у нас есть. И теперь у нас, по идее, должно все быть уже сразу готово и под рукой. Нет, я выбросил Electrum в сундучок. Какой я? Нехороший. Зачем я его выбросил в сундучок, когда он нам с вами понадобился? Так, и 4 Envara. Есть у нас Envara. Hardened. Да, забыл опять про эту замечательную особенность, а не I. О том, что нам нельзя сюда ставить всякие предметы с повреждениями. Ну, с возможными повреждениями. Так, и, собственно, уберем теперь вот еще отсюда наш кондуит. И поставим сюда еще одну ячейку, которая также будет смотреть на нас. Так, конфигурация снизу ты принимаешь, сверху ты отдаешь. Здесь все то же самое. Так, отлично. По крайней мере, теперь я не буду беспокоиться за то, что если я сейчас, допустим, уйду оффлайн, у меня этот двигатель здесь переполнится. Я снова слышу зомби, они, наверное, снова откуда-то взялись у меня в подвале. Да, вот, ой, это что такое было? У тебя удочка, ты меня поймал, вот дурак какой. Так, ну и замечательно, теперь сюда мы с вами будем спускаться лишь по необходимости. Что-либо расплавить. Так, замечательно, я тогда сейчас подумаю, какие инструменты, точнее, какие машины я из Storm Expansion хочу еще и вернусь. И YouTube, я внезапно вспомнил, что у меня же теперь есть обсидиан. То есть я могу себе со спокойной душой сделать обсидиановые pressure plate. Хотя, кажется, они делаются не так. Или так. Ммм, pressure plate, обсидиан. Поставить их вот сюда. И, соответственно, вот сюда. И сделать себе обычные железные двери. Потому что все-таки, с одной стороны, конечно, меня сейчас здесь никто не беспокоит, а с другой стороны, я себя чувствую немножко неуютно, когда нахожусь в таком незакрытом помещении. А изнутри мы их будем открывать самыми обычными pressure plate'ами, которые, собственно, из дерева. Раз, два, три, четыре. Ой, опять же, дерево у меня с собой было, оказывается. Все время я про него забываю. Собственно, наверное, вот так, да? Да, похоже на правду. И здесь, наверное, вот так. Вроде как на бочку у нас эта штука никак не влияет. Я все еще могу из нее брать и в нее класть. Отлично. Так, ну я, собственно, решил, что, если уж мы с вами начали заниматься машинами сором и экспеншем, что у нас еще есть. Magma Crucible нам, конечно, по-хорошему нужен. Для этого нужно два Незербрика. Незербрик у нас только Незеррека еще не накопано. Давайте-ка попробуем избавиться от всего, что у нас есть. И попробуем совершить еще одну робкую попытку. Собственно, похода в Незер. С одной стороны, мне очень не хочется этого делать, потому что я все еще помню, что случилось в прошлый раз. Не сюда. С другой стороны, сделать это надо. Это мы сбросим все сюда. Наверное, даже сделаем вот так. И мне с собой нужно исключительно кирка и меч. И мне, наверное... Ну ладно, если я это потеряю, я не буду сильно плакать. Хотя там ночь. Да, и ладно. Ночь так ночь. Еще и дождь. К тому же, нам все-таки нужно попробовать найти Незервард. Учитывая, что у нас с вами осталось приблизительно 7 минут до конца записи, главное, чтобы смерть в Незере не стала хорошей новой традицией под конец серии. Не хочу я сейчас еще раз там умереть. Вместо этого хочу накопать себе Незеррак, чтобы из него сделать Незербрик, чтобы из него сделать Магма Круссабл, а потом и Флуид Транспозер. Сможем мы с вами делать себе нормальные человеческие, как это называется, штукенции. Трубы. Я имею в виду, конечно. Так, главное, случайно не ударить Пигмана. Не хочу я с ними иметь дело, к тому же, там вот среди них есть босс. О, наша Кирка получила себе Рейнфорст. Очень жалко, что у нее пока нету Буст Экспи. 49-49. О, Гастики. Так, вот этот, кажется, надробный камень из Баймзоплентита. Я прочитал то, что вы мне сказали, что я должен был активировать статую при помощи Редстоуна. Да, и у меня, собственно, в Незере еще остались тоже Уэйпоинты. Не знаю, заметили вы или нет. Из прошлого летсплея. Очень я не люблю гастов, когда нет возможности их прибить. Давайте попробуем найти то место, где мы в прошлый раз с вами потерпели, так сказать, фиаско. Где-то это было, кажется, вот здесь. Ммм, порох. Ммм, огненные цветы. Не хочу огненные цветы. Они будут жечься. И нода какая-то здесь у нас есть. Ее плохо видно, но все равно видно. Так, вот у нас есть Ордит, но мы его выкопать не можем, потому что наша кирка еще не левелапнулась. Тут даже еще один Ордит есть. Собственно, этот Ордит нам с вами пригодится для того, чтобы сделать кирку следующего уровня. Незеррека у нас с вами есть полтора стака. Я думаю, нормально. Вот этот Уизер Ворд я больше не буду копать. Я не знаю, на кой черт он мне нужен. Скорее всего, не нужен вообще. Солл Сентом. Там, кстати, Кобальт. Вот, да, вот где-то вот здесь я копал и опять чуть не шлепнулся в лаву. Так, ладненько. Тогда что? Пображу сейчас немножко по Незеру, попробую найти еще несколько бородавок Незеровских и вернусь. И Ютюб я вернулся. Собственно, да. Вот набрал тут некоторое количество всяких Незеровских штук. Нашел крепость, что мне, в принципе, очень нравится. И нашел Незерворды. Кстати, да, я хотел их посадить куда-нибудь вниз. Так, Глоу Стоун у нас, наверное, будет все-таки лежать отдельно. Незербрик. Глоу Стоун давайте положим ко всяким остальным пылькам. И давайте внизу где-нибудь расположим наш Незерворд. Я надеюсь, что в этой версии модпака, да, кстати, я себе поставил еще два двигателя, надеюсь, что в этой версии модпака не убрана возможность растить Незерворд в Овере. Ну, хотя, в принципе, учитывая, какие здесь остальные интересные штуки в этом смысле есть, я думаю, что да, все будет нормально. Я думаю, что почему бы не посадить их прямо где-нибудь вот здесь. У меня здесь, в принципе, место. Ни подо что они используются, и вряд ли использоваться будет для дурацких рыбок. Так что здесь у нас будет вполне себе жить такая небольшая ферма Незерворда. Не знаю, насколько мне нужно их много. Ну, пусть будет. Так, это сделали. Я зря весь свой Незеррек оставил в сундучке. Давайте возьмем с собой одну штучку. И мне еще нужен Фринтен Стилл. Возьмем себе Незеррек, потому что я себе хочу сделать, как он интересно назывался, так, Кэтл. Да. Это тоже, собственно, машинка из Гроу Скафта, которая нам, собственно, позволит просто делать еще некоторые виды напитков. Пока нам не очень доступные. Ну, в любом случае, ее можно, по крайней мере, подготовить. Мы, допустим, себе сможем гнать, как он там называется, Эль из пшеницы. Так, мне вот нужен Фринтен Стива. Что-то я его у себя найти не могу. У меня есть такое ощущение, что он у меня тоже, что ли, исчез. Ладно, давайте сделаем еще один. Невелика потеря. Где мое железо? Вот мое железо. Фринтен Стилл. Так, это есть, это есть, это есть. Давайте даже, наверное, водичку возьмем. Пусть тоже будет. Незеркварц положим сюда. Так. Яблоков у меня с собой есть маленько. Я, собственно, решил то, что у нас с вами осталось совсем мало времени для того, чтобы делать еще пару машин из Sormal Expansion. Так что, думаю, что с этим придется подождать до следующей серии. Пока мы с вами отсюда возьмем наш сидр. Поместим его в бочку. Кстати, теперь исправилась эта ошибка. Теперь у нас все-таки одно ведро, это 1000 милибакетов, как и должно быть. И поместим сюда Незерворд. Как только мы это сделали, у нас, собственно, пошел процесс перегонки. У нас в итоге сейчас этот сидр имеет надпись Young, то есть молодой. Он у нас станет не молодым, а следующего поколения. Не знаю, наверное, он станет старым. Потом он станет, по-моему, уровня эксперт. Я не знаю, как это называется сейчас. Ну, неважно. У нас почти хватило еще на одно ведро. Ну, да, отлично, растет наш с вами Незерворд. В принципе, вполне вот здесь вот себе будет хорошо смотреться. И давайте куда-нибудь поставим наш перегонный куб. Как-нибудь желательно так, чтобы рядом не было деревянных вещей, чтобы у меня здесь ничего не загорелось, потому что ему нужна постоянная подпитка жаром. В нашем случае это будет Незеррек и лава. Так, это у меня, кажется, здесь моя пещера. Ну и, собственно, ладно. Пещера и пещера. Давайте попробуем сделать вот так. И поставить наш перегонный куб сверху. Когда у нас с вами будет Найт Ор из Саункрафта, я надеюсь, что у нас получится все немножко лучше сделать. Так, у нас здесь есть вода. Нам сюда нужно положить, собственно, ингредиент. Давайте возьмем немножко пшеницы и начнем ее перегонять в Эль. Пшеница у нас, наверное, должна быть где-нибудь вот здесь. 37 есть. Давайте всю, наверное, и заберем. Как там, кстати, наша пшеница поживает? Может быть, еще ничего выросло? Да, еще немножко выросло. Кстати, надо будет посмотреть, что нам принес последний апдейт Гроускрафта. Возможно, что-нибудь еще можно теперь готовить. И, кстати, теперь мы с вами можем растить рис. Правда, я, как уже говорил, мне не очень сейчас хочется саке здесь делать. Но, в принципе, теперь возможность эта появилась. Бак с мультиплеером должен был быть исправлен. Положим сюда нашу пшеницу. И вот пошел процесс перегона Эль. Пока в него, кстати, не добавлен хмель. Если у меня хмель. Называется хмель по-английски хопс. Такая вот штуковинка или вот такая штуковинка. Что-то у меня есть ощущение, что нет у меня никакого хопса в наших сундуках. Ну, в любом случае, мне же нужно будет чем-то заняться в перерыве между сериями. Поэтому я побегу его поищу. Да, нет у нас хопса здесь. Значит, хопса у нас нету, в принципе. Кстати, возможно, он вообще умудрялся еще и не генерироваться в мире. Такое тоже, к сожалению, случается. Вот. Ну что, YouTube. Я думаю, что на этом нам с вами пришла пора прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Мы с вами увидимся в следующей серии. И до новых встреч. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok